Всем привет, меня зовут Юлия Лета, и сегодня я вам расскажу про аромат, который мне просто дико не понравился вообще. То есть, у меня на самом деле такое бывает редко, что у меня какого-то аромата очень-очень сильно тошнит, мне прям становится плохо настолько, что прям рвотный рефлекс срабатывает. Вот, нет, я не беременна, сразу скажу. Ну вот, да, за всё время моего знакомства с разными абсолютно ароматами, за мою вот эту парфюмерную такую болезнь, я очень люблю разные ароматы, духи, я без слова ароматы, прости, я не буду часто, вот, но этот экземпляр просто немножко у меня, скажем так, поверг в шок. И сразу скажу то, что мы понимаем то, что вопрос о факторном восприятии ароматов, это такая тема вообще отдельная, и если меня конкретно от него тошнит, не значит, что другого человека от него будет тошнить. То есть, вот, я просто здесь говорю именно о своих личных впечатлениях, если он вам нравится, пользуйтесь, всё круто, вообще замечательно, это просто личное моё восприятие того или иного аромата. Так, поехали. Это творение, я думаю, марки Lancome, называется La Vie et Belle Intensement. Собственно, моё знакомство с оригинальной версией La Vie et Belle, La Vie et Belle, господи, я кого не пронесла, это звучит ужасно, вот. В общем, названия все будут дублироваться. La Vie et Belle, я французским не владею каким-то. В общем, у меня знакомство с оригинальной версией ароматы произошло несколько лет назад, когда мне, я не помню, что-то, какая-то история типа Эльдоботея прислала пробник, вот. И тогда, как бы, он мне, ну, знаете, вот послушала и забыла вообще, ну, никак, то есть, просто мимо. А вот с этим, у меня прям какое-то даже чувства какие-то заграли, причём не самые лучшие. Я предусмотрительно нанесла его сначала на блотер, вот, ну, как на картоночку. И после того, как я его распылила, у меня начало прям тошнить конкретно. Я не могла понять вообще, в чём дело, вот. Но вот просто душить, тошнить, и я представляю, что было бы, если бы я это всё на руку нанесло. Я начала читать отзывы на фрагрантике про этот аромат. Там писали то, что, собственно, ну, пирамида аромата заявлена, да, там верхний нот вроде как малины. Я малину не услышала вообще. Я услышала какие-то пересахаренные цветы, причём цветы такие, я не знаю, даже белые, не белые. Как будто, я не знаю, как мне это передать, но прям вот пересахаренные такие, передоза сахара на цветах. И что-то ещё при этом какое-то мыльное немножко. И мне это настолько... Вот, я не буду распылять, ладно, я не буду освежать в памяти, мои чувства и так свежи. Это было буквально вот недавно. Это вот что-то такое мыльное, прям вот подкатывает такое вот что-то, прям ужас, я вообще в шоке на самом деле. Но это версия Intensement, я так понимаю, что это более концентрированная какая-то история. Это что-то типа Lepetit Rhum Noir, вот который Герлен... Там у меня сзади стоит, вот он. Вот, который вот, он тоже вот такой вот. Вот, но от Герлен у меня нету каких-то шнотиков, вот таких вот историй. То есть, Герлен я наношу, он, да, он очень тяжёлый, там полупшик куда-то туда вообще далеко. Ты, может быть, пройдёшь под этим облаком, знаешь, что ты не пройдёшь, ты всё равно будешь потом пахнуть этим ароматом просто оставшиеся несколько дней. Но вот здесь такой истории как бы не было. То есть, здесь я просто распылила, мне прям стало плохо конкретно. Вот, то есть, у меня такого раньше не было. Я вообще люблю ароматы, я, в принципе, открыта для разных знакомств. Мне нравятся и какие там и сладкие, и несладкие. И, в большинстве, конечно, на каждый день я предпочитаю более сладковатые ароматы и более свежие. Но, в целом, иногда настроение бывает на что-то более тяжёлое, сложное. Иногда что-то хочешь мне такое прям надеть, такое очень серьёзное, побыть такой дамой задумчивой. Вот, ну, в общем, это такое, знаете, дело настроения. Но вот с этим прям вообще никак не срослось. Я начала изучать потом пирамиду и не поняла вообще, что конкретно меня в нём оттолкнуло. Он пирамида, это и есть пирамида, то есть, она нам, ну, практически ничего не даёт. Только такое небольшое знакомство. И вот здесь прям вообще дичь. И хорошо то, что это пробный образец. То есть, вот так вот слепой вот этот аромат, полный флакон брать я бы вообще не стала. То есть, его даже, я не знаю, ну, кому-то, возможно, он понравится. То есть, да, тут вопрос, опять же, личного восприятия. Может быть, там какие-то ноты кому-то будут нравиться. То есть, как, например, Прадо Кэнди я не смогла носить, я отдала флакон сестре. Одна от него просто в полнейшем восторге. Она его там истаскала практически сразу и довольна, и рада, и всем всё хорошо. Вот. Поэтому вот так вот, да. А потом блоттер этот звучал ещё за раз такая. Я его засунула куда подальше, это всё равно воняло оттуда. Ещё, наверное, сутки. Но потом, кстати, на следующий день, когда я наткнулась на эту бумажку, он уже не был таким противным. Он в нём какая-то что-то такое ванильное такое лёгкое осталось. Такое приятное что-то такое. То есть, я так подумала, думаю, ну, это, в принципе, не так ужасное, как на первый взгляд мне казалось. Вот. Но на самом деле ещё всё говорят по поводу Бакары. Говорят, что оно тоже ужасное. Я не слушала Бакару ни разу вообще. Прям даже интересно, что там такое аптечное, вонючее. Но здесь могу сказать то, что Леви Бель... Что ж такое? Короче, жизнь прекрасная. Этенсмента для меня вообще не прекрасная. Для меня это что-то такое просто адское, дикое, ужасное, удушающее. Причём не просто удушающее, это не какая-то удушающая сладость. Это не какие-то там землистые пачули сумасшедшие, которые просто как будто тебе землёй стукнули в лицо, и ты ходишь такая... Тут просто как будто тебе вот... Я не знаю, это ощущение передать, как будто там, не знаю, может, нос мылом натерлый цветами тебе вот так вот напихали просто в нос. То есть, такое вот прям... И ты стоишь, ты не знаешь, куда деться от этого, и тебя начинает тошнить. Вот просто вот такое вот перехватывает, и это прям плохо становится реально. Что-то я разболталась. Ну, серьёзно, опять же, говорю, да, то есть, это моё личное восприятие. То есть, опять же, это всё такое вот дело субъективное. Может быть, там кто-то пользуется, у кого-то всё хорошо, он посмотрит, скажет, чего оно несёт. Оно же вкусно пахнет, да? Ну, здесь как бы вопрос такой, палка о двух концах. Кому что, как называется? Мне вот вообще просто никак... Господи, это кошмар. В общем, этот промник, он у меня пшикнутый. И это для меня, вот знаете, если хочешь мне отомстить чем-то, подойди мне просто в лицо, пшикнем. Я сейчас просто... Вот комментарии мерзкие писать бесполезно. Меня вообще мерзкие комментарии не пробивают. Я либо чем-то отвечу просто, либо заблокирую нафиг, а вот подойти мне вот этой штукой в нос пшикнуть, вот это просто орудие номер один, серьёзно. Если хочешь сделать какую-нибудь гадость, где-нибудь подкараулить и так, пф, мерзко. Вот это да, вот это весь оно. Ой, я не знаю, даже оставлять не буду. Я, наверное, выкину, чтобы, не дай бог, дети не нашли. Ну, вообще, на самом деле, это стал аромат очень популярным. Может быть, благодаря классной рекламной кампании, очень красивой рекламной Джули Робертс. Но если версия обычная, она как бы, ну, как бы есть и ладно, да, то вот это просто, это сумасшествие какое-то реально... Дичь вообще, дичь вообще. Да, у меня редко такое бывает. Скажу вам прям точно то, что даже если там, например, кого-то тошнит, вот... Я всё-таки его доставлю, покажу. Вакончик, например, Герлен, Лепетит Робноуар. Версия, которая концентрированная, самая вот такая вот. То есть, мне она нормальна. Несмотря на то, что это такое сладкое мыльце тоже, да, вот... Ну, я сейчас не буду просто кушать из себя там парфюмерного какого-то эксперта, говорю просто свои впечатления, как человек просто, который немножко в теме, и который чуть-чуть просто как-то что-то различает. Но вот я сейчас не буду прям говорить, ой, я вот такая крутая, всё разбираюсь. Нет, ребят, вот это реально сладкое мыльце для меня лично, но изредка что-то накатывает, и хочется иногда его носить даже зимой, может быть, совсем холодно, так прям куда-нибудь пшикнуть, там через пшик вот этот пройти, и что-то такое сладковатое, остаётся какие-то отголоски, даже ничего такое. Хотя, например, если как-то раз я чуть-чуть пшикнулась, пришла к маме, её чуть-чуть тоже не вытошнило, у неё была реакция не такая резкая, как у меня вот на это, но вот это-то просто дичь какая-то, ребят, я не знаю. Положили бы они что-нибудь классное, реально, вот я прям бы рада была вообще. Вот, а, кстати, ещё хотела спросить, нужно ли поделиться впечатлениями про... У меня тут микрофон рядом. Прости, положила. Про молекулу вторую, Эссентрик 02, которую, нужно ли обзор на неё сделать? Вот, в принципе, сейчас можно везде послушать, пойти, но, может быть, просто интересно, как бы, личные впечатления вообще, и по поводу этого бренда вообще, что, ну, как, и где купить выгоднее и так далее. Вот, короче, блин, хотела короткое видео сделать, опять на 10 минут заболталась. Всё, ребят, огромное спасибо за внимание, спасибо, что выдержали мою болтовню в видео. Мне кажется, она мега неинформативная получилась, просто, типа, вопрос впечатлений, такого, да, восприятия. Сверить часы, как говорится, сверить ощущения по ароматам, посмотреть, совпад... Напишите, кстати, совпадёт ли у нас мнение по поводу этого аромата, и есть ли тоже у вас такой негатив с ним связанный, вот, и, может быть, тоже вы, кстати, посоветуйте мне какой-нибудь классный аромат в комментариях, я с удовольствием его послушаю, я хочу вообще кучку отливантов заказать или пробников, прям просто на обзор послушать и сделать какие-нибудь обзоры интересные, потому что я сама, например, в духе заказываю в основном по рекомендациям блогеров, то есть я слушаю и примерно там понимаю, да, вот, то есть совпадает по каким ароматам, и уже примерно могу для себя выводы делать, просто прислушиваться или не прислушиваться тому или иному блогеру. Опять же, это вероятность невысокая будет, потому что вот бывает вопрос просто личностного восприятия, рефакторного, и там, да, вот эти все нюансы тоже важно учитывать, это даже более, намного более субъективно, чем даже косметика, опять же, вот. Поэтому вот так, ну все, ребята, огромное спасибо за внимание, до новых встреч, в новых видосиках, и пока, вот, все, пока, бежала. Субтитры сделал DimaTorzok